Рад быть с вами опять. Сегодняшнюю проповедь я произнес в день инаугурации. После обеда я спрашивал наших прихожан, потом я выступил перед общиной. Я считаю эту информацию важной, поэтому я поделюсь ею с вами. Это краткое видео, а если вы хотите посмотреть все посланием, то оно есть на Ютубе. В Библии Господь поручал нам молиться за наше правительство. Молитесь и не только за те власти, которые вам нравятся, но за любые власти, которые поставлены на этой земле, в любой стране. Я верю, что Бог позаботится о властях. Наша задача изменяться согласно Его воле. Я верю в нашу нацию и в вас, потому что мы призваны нести перемены, причем позитивные. Возьмите Библию, блокнот и примите эту истину. Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки — это достаточно эмоциональное событие. Люди вкладывают в это большие суммы денег и ведут опросы. В это время церкви нужно вести себя достойно. Я молюсь за наше правительство. Оно защищает христиан и расположено к истинам Библии. Нынешнее правительство Америки выступает за Израиль. Почему? Почему бы не поверить в это? Почему мы ожидаем чего-то другого? Мы — соль и свет. Бог поручил нам молиться об этом и наблюдать за этим. Я жду, не дождусь возможности из множества соискателей и выбрать нужных кандидатов с библейским мировоззрением. Мы можем выбрать их. Это будет хороший день. Мы живем и радуемся свободе. Конституция не защищает свободу, потому что за эти годы мы видели, как Конституцию отложили в сторону. Свобода, в которой мы жили, будет охраняться только, когда мы будем сотрудничать с Богом. Он — источник правосудия и автор праведности. Свобода обитает у Бога. Она приходит не из Верховного Суда, США. Мы будем молиться. Давайте откроем первую главу Деяний. В первой главе Иисус вознесся на небо. Как было бы чудесно стоять рядом с Иисусом на горе? Вот он начинает возноситься. Он исчез из виду, а ты стоишь и смотришь, и смотришь в небо. И ангелы спрашивают, «Что ты делаешь? Разве вы не знаете?» Они ответили, «Иисус, которого вы видели на земле, вернется к вам таким же образом». У них возник вопрос. Последний вопрос, который ученики задали Господу тогда, когда он был здесь, на земле. Как же это замечательно. Ты задаешь Богу вопрос, а спустя века люди читают его. В их случае это сработало. Этот текст поможет нам. Недавно он помог и мне. Апостолы спросили Иисуса, не сейчас ли ты восстанавливаешь царство Израилю? Зачем задавать этот вопрос? Они следовали за ним три года и узнали его, как Мессию, и видели, как он умер. Они видели его погребение и открытие могилы. Там не было тела. Они не поняли, что произошло, потому что они не поверили в это. Позднее Христос упрекает их, о, несмысленные, и медлительные сердцем, чтобы веровать. Иисус беседовал с ними о царстве 40 дней к ряду. Вы только представьте себе семинар Божьего Сына. Я думаю, что люди стали мудрее после Него. Не так ли? Я побывал на многих семинарах, но вот на таком нет. Какой вопрос? Просто мучил апостолов Христа после такого семинара. Мы должны узнать ответ. Не сейчас ли ты восстановишь царство Израилю? В еврейской культуре первого столетия было такое. Ожидание — это сильная вещь. Мессия пришел к ним, когда он освободит Израиль из-под власти Рима. Рим оккупировал их. Евреи платили налоги не для постройки лучших дорог и современных школ в Израиле. Их налоги утекали в Рим. Они уходили на содержание армии. Евреям пришлось смириться перед плохим отношением римских солдат к женщинам, детям и обществу. К ним приходит Мессия. Они говорят ему, «Мы знаем, что ты воскрешаешь мертвых». Это не важно для них. Это хорошо, что ты воскрес, но ты должен свергнуть власть Рима. Иисус Христос ответил апостолам, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Что написано в другом переводе? Это не ваше дело. Он не сказал им. Почему до вас это доходит так долго? Потому что он понимал, насколько их волновал тот самый вопрос. Он сказал им. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме. Во все Иудеи и Самарии и даже до края земли. Вот последний вопрос, заданный Христу. Это вопрос о политике. У нас есть право выбирать лидеров. У нас часто проходят выборы. Есть местные и национальные выборы. У нас есть много видов выборов. Иногда нам нравятся избранники, а иногда и нет. У церкви есть более важное задание. Примите эту истину со смирением и помогите тем, кто разочаровался. Если все идет не так, то вам нужно простить людей. Молитесь и доверьтесь Богу. Наше поручение осталось прежним. Страница с этой главой перевернута. Я уверен в том, что Дональд Трамп — это не наш спаситель. Я слушаю многих местных и заграничных христиан. Ангелы не соберутся и не спросят, что же нам делать. Не бойтесь ничего. Не робейте. Не дремлет и не спит. Хранящие Израили. Те, которые толкуют о том, что произойдет в США, забывают, что мы уже видели такие события. Мы просто спали. Первое послание Тимофею говорит... Мы, кстати, говорили об этом совсем недавно. Это вторая глава, первый стих. Павел пишет... Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Библия поручила нам молиться за власти, поставленные над нами, чтобы мы проводили тихую и безмятежную жизнь в благочестии и святости. Я молюсь о том, чтобы власти дали мне жить в благочестии и святости. Это поручено Церкви. Иногда мы путаемся. Это угодно Спасителю, нашему Богу, который желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Предназначение хорошего и угодного Богу правительства это помочь нам вести жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Мы понимаем цель этого. Бог желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но потом выясняется следующее. Мы больше уверены в возможностях современных политиков, экономистов и других власть имущих, чем в могуществе нашего небесного Отца. Когда я размышлял о Церкви год назад, мне стало не по себе. Я имею в виду Вселенскую Церковь. Я служу Церкви несколько десятилетий. У меня есть мнение о Церкви, основанное на фактах. Я читаю много о Церкви, беседую с пасторами и с севера, и с юга, с городскими и сельскими пасторами. Так вот, год назад я заметил, что в основном в книгах пишут о двух-трех темах. Они пишут о приспособлении к культуре. Мы хотим, чтобы грешники чувствовали себя комфортно, приходя в Церковь. Как последователям Христа, знающим о благочестивой жизни, пришло на ум продвигать идеи об угождении грешникам. Возникает диалог о том, как сделать Церковь удобной, каким должно быть расстояние от парковочных мест до сидений в Церкви. Ведь мы не хотим топать далеко, на каком расстоянии будет детская комната от зала служения. Если родителей не устраивает это, то они не придут в Церковь. Я не критикую никого, и мне знакома тема «Будь дружелюбен к церковным прихожанам и гостям общины». Знаком. У нас есть удобная детская комната. Мы потратили кучу денег на парковку неподалеку от церкви. Я не думаю, что это плохо. Но люди говорят, о святости мало, о чистоте мало, о жертвенности мало, о нечестии мало, о смирении тоже мало, о покаянии, о том, чтобы быть солью, светом миру. Люди абортируют тысячи детей в день. Мы позволили изменить понятие брак, и наши дети путаются в гендерах. Гендерная изменчивость стала предметом обсуждения. Теперь ты просыпаешься утром и принимаешь решение, кем ты будешь. Мы не переживаем об этом. Бог тормошит нас. Мы живем в карантине. Мы наконец-то начали молиться. Проходит месяц за месяцем, и мне кажется, что мы проснулись для того, чтобы и видеть то, что происходит. Мы видим происходящее. Мы видим происходящее. У вас приподнятое настроение, или вы унываете сейчас? В любом случае, я приглашаю вас молиться за правительство Соединенных Штатов Америки. Если оно действует против Бога, то я доверяю Ему. Я читал историю. Война против Бога оканчивается неудачей. У нас есть масса шансов и случаев говорить истину. Поступай по совести. Защищай библейскую точку зрения. Мы очень долго с вами молчали. Мы боялись. Долго. Сколько тренеров уволили в мире. У них сложное ремесло и дорогостоящие проекты. А если бы у нас с вами было такое же отношение к вере, как у наемных тренеров, где наше рвение, где пламенное желание служить и жертвовать, нам нужно быть усерднее, потому что Господь царит и правит на земле. Бог все еще на троне. Я дам вам один стих. Откройте послание Ефесиным. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божием, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Духовная война намного важнее политики, политических партий, избранных и неизбранных кандидатов. На протяжении месяца я постоянно твержу вам о своем убеждении. Мы с вами ведем духовную войну. Она проходит на политической или на экономической арене. Но у нее духовные корни. Не думайте о мешках с бюллетенями, а думайте о сердцах Божьего народа. В Библии есть много данных о том, что это немирный конфликт, имеющий отношение к нам. Мы видели насилие во многих, многих городах, и это не прекратится. Это указывает на то, что мы вступили в духовную борьбу. А вы готовы бороться? Мы воюем не против крови и плоти, но против начальств, против властей и против духов злобы поднебесной. Здесь описывается иерархия царства тьмы. Здесь речь идет не о политических партиях. Для сего примите все оружие Божие, «Дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Черный день наступит, и все преодолев устоять в злой день. Я устал стоять. Мы стояли против ковида, мы стояли против закрытия церквей и школ, мы стояли против разных невзгод. Было бы хорошо, если бы эпидемия ковида закончилась в начале этого года. Я был бы рад видеть детей в школе, а взрослых на работе. Люди боролись с этим бедствием, но реальность изменилась. Помогайте друг другу, познавайте Спасителя. Быть праведным в очах Бога намного важнее других достижений и требований нашей жизни. Мы закончим служение небольшой молитвой и поблагодарим нашего Господа. Поэтому избавьтесь от разочарования и сделайте это немедленно. Разумеется, за последний год не все было правильно и справедливо. Мы можем всю жизнь показывать пальцем на тех, кто виноват. Бог не призвал нас к этому. Приближайтесь к Господу. Бог тормошит нас. Мы грустим, потому что мы рассчитывали на то, что новая власть Соединенных Штатов Америки обезопасит наше будущее. Но наша безопасность в Боге. Смиритесь с этим и примите это. Нас ждут большие потрясения. Я, пожалуй, встану на колени для начала. Аллилуйя! Если хотите, то можете встать на ноги, я не против. До того, как мы встанем и поблагодарим Бога, мы покаемся перед Господом и признаемся нашему Господу в своих больших и малых грехах. Поговорите с Господом. Поговорите с Ним. О, Аллилуйя! Аллилуйя! Отец, спасибо за то, что мы собрались. Спасибо за то, что мы в безопасном месте для того, чтобы поклониться Тебе. Спасибо Тебе за любовь. Ничто не скрыто от Тебя в темноте. Ты видишь все проделки и хитрости людей. Мы хвалим Тебя. Мы смиряемся перед Тобою, Господь. Пожалуйста, очисти нас, прости нам наши грехи, прости нас за черствое сердце, прости нам грехи, из-за которых мы отдалились от Себя. Мы каемся за разочарование, за гнев и за обиды, за желание отомститься. Мы остановились сейчас для молитвы за наше правительство и за президента. Мы молимся за тех, кто избран в Конгресс. Мы молимся за тех, кого избрали по всей стране. Помоги им принимать решение, благодаря которым мы будем вести святую жизнь. Пусть у нас будет свобода для благовестия. Спасибо за то, что Ты присматриваешь за нами, за то, что Ты наш Бог и Царь. Ты обеспечиваешь и поддерживаешь. Спасибо, Отец, за надежду, которую Ты даешь. Мы хвалим Тебя за нее. А сейчас можете встать и вместе поблагодарить Бога. Вы знаете, что в Вашингтоне начались беспорядки. Все насторожились и напряжены. Благодарите Небесного Отца, чтобы избавиться от этой тяжести. Слава Богу за то, что люди не убивают друг друга. Я рад этому. И это так. Мы с Вами не знаем многого, но мы должны знать Царя Царей и Господа Господ. Он хоронил и наблюдал за нами. Он привел нас сюда. Он помиловал нас. Доверь Ему будущее. Давайте вспомним о рабстве евреев в Египте и о пустыне при Синае. Бог позаботится и о нас. Он сделает это. Боже, спасибо за заботу. Спасибо за любовь. Спасибо тебе за мир в стране. Я хвалю тебя за него. Пусть мир возрастает и придет во все уголки нашей страны. Господь, мы поднимаем руки, потому что Ты автор свободы. Ты автор правосудия. Нас ничто не смущает. И мы хвалим Тебя. Ты призвал нас из тьмы и из царства гибели, насилия и ненависти в славное царство. Мы хвалим Тебя. Ты укрепляешь наши тела и даешь изобилие. Наши дети ходят в школу. Мы хвалим Тебя за это. Благословенно имя Господа. Превозносим имя Христа. Мы превозносим драгоценное имя Христа. Превозносим имя Иисуса Христа. Пусть те, кто противится целям Бога, убоятся Тебя, Бога, идущего во славе. Мы хвалим Тебя и радуемся. Не дремлет и не спит хоронящий Израиль. Отец, мы хвалим Тебя за Твою милость и за благость. Благословенно имя Бога. Благословенно во веки веков. Благословенно имя Бога. Спасибо Тебе, ибо Ты достоин всей славы, чести и хвалы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы готовы к приходу царя? Ну же, давайте. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Одним из достоинств Библии является то, что не нужно быть экспертом, чтобы понимать ее. Просто краткий пересказ истории, и вы сразу все поймете. Некоторым из нас скажется, что они знают все библейские истории. А некоторым нужно все повторить. Мы вспомним историю Библии за 60 секунд. А вы можете сказать, 60 секунд? Это невозможно. Что ж, возможно, вы правы, но давайте попробуем. Итак, поехали. История начинается с создания Вселенной. Бог создал Вселенную и первых мужчину и женщину. Вначале. Жизнь была прекрасной. Но спустя какое-то время они со своими детьми и внуками решили, что не хотят больше жить так, как Бог заповедал им. И в каждом из них появился грех. Бог решил уничтожить грешный мир, кроме человека по имени Ной и его семьи. У него было трое сыновей. Население снова начало расти. Вскоре Бог создал группу людей, называемых Израиль. Израиль попал в рабство в Египет, но Бог спас их и привел в землю, которую обещал им. Позже Бог избрал царя для Израиля. Его звали Давид. Давид помогал людям жить так, как заповедал Бог. Израиль был един и жил в мире. Сын Давида Соломон стал следующим царем, который забыл Бога и стал служить другим богам. Это привело к большим проблемам, не только для Соломона, но и для всего Израиля. В Библию входит всего 66 книг. Библия описывает огромный период времени. Разные авторы, народы, слова, которые трудно произносить, места, в которых мы не бывали, но мы должны ее понимать. Многие из нас готовы сдаться. Я придумал инструмент, который поможет вам. 12 пунктов, которые помогут вам изучить Библию в хронологическом порядке, так что вы будете понимать, в каких отношениях были Авраам и Исаия. Я придумал, как иллюстрировать эти рассказы, это рисунки на белой доске. Это не просто облегчает восприятие, но и делает его забавно. Вы можете смотреть это сами, или в группе, или с детьми и внуками, или собрать за столом соседей. Вы и Библия. Откройте свое сердце Библии, используйте Whiteboard Bible. Да благословит вас Бог. Whiteboard Bible упростит понимание Библии для всех. Те, кто пожертвует 100 долларов и больше, получат весь набор. Три DVD-диска и три книги. Для всех, кто будет сегодня жертвовать, мы приготовили DVD-диск от пастора Алана, где он подчеркивает важность знания Библии. Позвоните по номеру, который вы видите на экране, или пройдите на сайт, который указан также на вашем экране. Заказывайте Библию для белой доски уже сегодня. Теперь, как никогда, легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.